Мерси Радио, 5DS, Стерео Холл Вам 15 лет, я вижу, что вы все такие озадаченные Не то чтобы на нервах, но чек долго длился Все как-то хочется сделать круто, и это непросто, да? Ну, 15 лет исполнилось, предки с квартиры гонят, говорят, зарабатывайте сами бабки И мы такие... Присходится уже уровень поднимать Даже вот эта говеная колбаса, которую мы кормили предки, даже она стоит, оказывается, денег И, блин, к естественному недоумению, надо же как-то жить теперь Да, ну вы как себя чувствуете? Ветеранами или кем? Вам 15 лет? Вы чувствуете себя группой уже не такой, как вот вы были, допустим, 5 лет назад, а уже немножко другой? Ну, естественно, время кап-кап, и мы все меняемся Но самое главное, что опыт большой уже, вот это самое важное Потому что было столько ситуаций всяких, которых, ну, мы выдерживали И выдерживают Выдерживаем, так что, конечно, изменились Да, ну и у нас, в принципе, с вами прошлое интервью было весной В таком расширенном составе Вас там было много в кадре, и это тоже был реактив И сегодня тоже реактив Вы как вообще дружите с реактивами? Ну, реактив просто делает нам концерт С ними общаемся Вот Вот Да, мы с ними общаемся Но, как бы, сегодня не совсем реактив Просто ребята Ну, то есть те же ребята просто вам делают концерт Да, делают концерт Да, и тогда весной, в принципе, было актуально с вами говорить о «Песне смерти» Мы немножко говорили о красотном клипе О «Песне вместе» О «Песне вместе», да Вот А сейчас у вас уже более новый трек, более новое видео Может быть, поговорим немножко Ну, об этом расскажет Сергей Полянский из Москвы Здравствуйте, меня зовут Сергей, я гитарист Да, и ваше новое видео? Наше новое видео отличное, я считаю, видео Его делали очень классные ребята И на данном это считаю, что одно из наших лучших видео Потому что в нем есть «Ноизмси» и «Сит» с «Тараканов» Это очень классные ребята Ну, в принципе, наверное, и все Остальное можно не обсуждать Может, что-то расскажете об идее? Кто это все придумывал? Где вы это снимали? Нет, песню мы сделали, например, год или полтора назад Долго ее мариновали, потом в итоге доделали А захотели снимать клипы И оказалось, что наши, не знаю, экс-фэны Ну, то есть ребята, которые росли в нашей музыке Научились снимать видео И теперь уже снимают видео для разных групп мира Там, для Dillager, Escape Plan Вот такого уровня группы И они снимали видео, и мы обратились к ним Давайте, ребята, сделаем клип И у нас уже есть сценарий Вы сами придумали сценарий? Да, сценарий мы сами придумали Мы, как бы, вроде бы потихонечку поняли, как это все делается И пригласили людей в клип Там, слушателей, друзей и коллег-музыкантов Которые, как бы, у них была роль того, что они Стали такими фантомными глюками То есть, когда ты приходишь на 5DS Если ты употребляешь наркоту, то Возможно, ты увидишь что-то другое Вот, как бы Например, сиды из тараканов Да, ну, в лучшем случае А в худшем? В худшем, и Ваенга Отлично, ну вот, по поводу 15-летия Я, кстати, вижу у Сергея татуировку Видимо, как раз... К этому моменту Не, это не связано Это когда тебе было 8 Да, мне было 8 лет, и сделал себе 1 татуировку Отлично, а по поводу 15-летия Может, расскажи... Знаете, вот 15 лет Какие-то, вот, если Такие выдержки Вот, по 3 слова 15-летие диезов И вот 3 Каких-то характеристики этого 15-летия Это, несмотря ни на что Первая, я вот скажу, характеристика Потом это Переезд У нас был глобальный переезд в группе И с одной стороны в другую И... Много альбомов Вот что Мы умудрились записать много альбомов Например, у Металлики 10 альбомов А у 5 диез 6 16 Так что мы скоро догоним их Хотелось бы догнать их и в качестве, и в популярности Вот Ну, по крайней мере, приблизиться Вот, но в любом случае Много альбомов, несмотря ни на что И глобальный переезд Отлично Ты что-нибудь скажешь? Может, ты к нам присоединился? Какие-нибудь Три определения Вот Того, что произошло за 15 лет? Произошло все Ничего и может быть Осталось ничего И... И все еще будет Все только начинается Отлично Так, ну и в принципе у нас Помимо общения весной тогда Расширим составом Мы с тобой отдельно еще в театре Когда вы с Гризли играли Была рубрика 8 рандомных групп И ты тогда вскользь рассказал о том, что у вас снова басист Может быть сейчас как-то поподробнее Тогда это был первый концерт у вас, да? Да, но у нас есть секретный человек Его никто не знает Никто не знает его имени Но при этом уже многие видели его в лицо На самом деле никто этого Они думают, что они видели Есть некоторый человек На самом деле Дмитрий Спирин, да, из клипа? Он секретный Мы им его раскроем попозже Надеюсь в ближайшем времени Он есть Нас он устраивает Я надеюсь устраивает тех, кто видит его на концертах Но на самом деле очень мало кто это видел И наступит время Я надеюсь скоро Что мы раскроем его имя Расскажем об этом человеке Да, я думаю он сам Когда он выйдет из последствий, да, уже? Ну, по крайней мере, выйдет из тени Пока это такой первоклассный ниндзя Только вместо катан у него Растатуированные руки Растатуированные руки, ноги, шеи На самом деле у него есть бас-гитара И он неплохо справляется Отлично, ну и у вас на чеке Сегодня еще я видел Вот был Сергей И на второй позиции Второго гитариста Три разных человека В разное время играла Как-то на концерте Были тоже разные люди? Ну, тоже это секретный персонаж Как бы мы потихонечку На 5DS Вот в течение 15 лет Они иногда собираются Иногда разбираются Но как бы сила группы в том, что она Как бы не затухает Вот И поскольку у нас была Недавно такая Определенный период Когда мы расстались с людьми Вот Оставаясь с друзьями Мы потихонечку Как бы восстанавливаемся Находим единомышленников Которых в полной мере Мы представим Я думаю уже с Большим новым материалом Когда нам будет Показать в месяце Что-то новое Действительно Там много песен Вот То мы Расскажем об этих людях Представим их И Надеюсь наши поклонники Примут их То есть до этого момента Они будут загадочными оставаться? Отлично И у вас В честь пятнадцатилетия Я видел тур будет Будут города И через две недели будет Минск Правильно? Ну у нас там сейчас Немножко все сместилось Поменялось Немножко перенеслось Будет Минск Минска ждем У меня впервые мама Изъявила желание прийти на концерт Мама сестра Ее муж Мне страшно Как у вас с Минском вообще Дела взаимодействия Мне казалось у вас в какой-то момент Чуть ли не запрещали вам туда приезжать Ну у нас Нам запрещали название Из-за того что она похожа была на Терновый венок Иисуса Вот Ну и видишь ли Типа у вас Ну венок Иисуса Не имеет права петь песни Ну это абсурд Мне кажется Даже если бы мы венок были Иисусом Ну и че блин Ну и плюс ко всему Вы не служили в армии Да наверное На себе Почему Мы эти самые Запасные Хардкор войска Альтернативные войска Да Пока ребята например В казармах Полировали полы Или строили эти офицерские дачи Мы в это время Полировали площадки И несли белорусский саунд Белорусскую мощь Часть нашей культуры По Как бы этим По миру По миру Ну по крайней мере по различным краям Огромные бывшие родины Потому что мы то родились не в Беларуси Или там в России Мы родились в СССР Вот и поэтому Наша миссия как бы по крайней мере Да но тем не менее были участниками Сборной Беларуси И по хардкору Да 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 Ну мы и россияне входит в нашу сборную Отлично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok